Значит, великая хартия университетов. Я предлагаю вместе с нами собраться вот сейчас и постараться понять, что такое университет. На основании тех данных, которые нам дали представители нескольких сот университетов, собравшихся в Болонии в год ее, по-моему, 900-летия. А Болония у нас это самый древний университет мира с доказанной историей. Потому что, по-русски, считают, что он древнее, но его история прерывалась, его функционирование прерывалось как-то. Поэтому она называется еще Болонской хартией иногда. Значит, что такое университет? Вот они и пишут, что такое университет. Университет, будучи в сердце различно организованных обществ, в силу разнообразия географических условий и различий исторического развития, является становным учреждением, которое критическим образом создает и распространяет культуру через научные исследования и образование. Мы сразу же видим следующую вещь, что цель функционирования университета, есть много интересных слов здесь, это как бы распространение культуры. А ни в коем случае не научные исследования и образования. Что значит? Вот иногда у нас думают, что есть некоторое пополнение человеческого капитала, где его надо соответствующим образом народу все время образовывать. Например, вам нужно подготовить целых настоящих врачей. И мы действительно открываем такое специальное профессионально-техническое училище, даже высшее, которое готовит нам врачей. Но это не университет. Мы хотим сказать, что у нас хочется нам готовить инженеров. И мы открываем ремесленные училища, которые нам готовят инженеры. И это опять-таки не университеты. Одна из проблем советского периода, это в том, что они пытались классический университет превратить в подобие ремесленного училища. Считали, что наукой можно, например, заниматься индустриальным образом. И поэтому цель настоящего университета готовить ученых. Но если мы читаем внимательно баллонскую карту, то это не так. Вот существует другая модель, это научно-исследовательское учреждение, при котором состоит каким-то образом еще студенты, которые параллельно всему этому учатся. Но опять-таки мы видим, что это действительно не университет. Потому что университет занимается чем-то принципиально другим. Поэтому любой медицинский институт, хоть и называясь сейчас академией или университетом, по своему смыслу университетом не является. Даже такой признанный авторитетный институт, как МФТИ, Московский физико-технический институт, хоть он и вышел из университета, бывший факультет ММГУ, и возводит свою генезию к нашему полихонечническому институту, тем не менее он опять-таки не является университетом. Он является всего лишь такими продвинутыми курсами для подготовки инженеров в достаточно высокой квалификации, в различном образе и областях знаний. Вот, еще что такое. Чем еще, кроме того, я хочу обратить внимание, университет отличается от проекта «Философский штук»? Потому что здесь есть те фразы. Является автономным учреждением, которое критическим образом создает и распространяет культуру. Критическим образом очень важно. Потому что «Философский штурм» тоже распространяет культуру научных исследований и образования. Безусловно, согласитесь. Но делает это не критическим образом. Совершенно. Как не критическим? Не критическим. Дебаты, наверное, не критические? Критаты у нас критические, но для российской современной культуры философский штурм не является нечто критическим. Что это означает критическое? Это критическое, когда у тебя есть перегретая жидкость, допустим, представляете, да? Критическим. И когда у тебя какая-то щица полетела, и вокруг нее начали возникать пузырьки, пузырьковая камера, так называемая, перегретый пар. Вот. То есть когда критическим образом, так что эта ситуация реально находилась на посередине между различных фаз. Ведь есть одна фаза социальная, есть вторая социальная фаза. Видимо, ты понимаешь, что критическое в этой формировке не совсем так, как предполагается. Он предполагается критически в том плане, что те знания и ту культуру, которую они пытаются провести среди населения, она внутри университета перерабатывается. Критическим образом. Критическим в том смысле, что не обычное высказывание любого на веру принимается. Да, да, да. И ведется в массы. А проверяется, исследуется и обсуждается? Критическим образом. То есть обсуждается. В том смысле критическим, что вокруг этого университета создается некие структуры. Критическая масса. Да. Критическая масса. Которая, так сказать… Я как раз говорю о критической массе. Да. Потому что другое. Не о критике, не о том, что у нас есть некие научные исследования и образования, и мы к ним относимся не индиферентно просто толкают народ, а, как ты говоришь, о критическом образом, обсуждая и критикуют. А тем образом, что у нас существует действительно критическая масса. То есть университет – это то, что фундаментальным образом меняет социальную структуру общества. Вот действительно. Давно известно, что спасти от изнасилования… А меняет… А должен ли университет менять? Если он продвигает культуру, это не означает, что он должен менять. Получается, что меняет. Потому что… Вокруг него формирующиеся институты другие. Он лишь эти знания, грубо говоря, берет и распространяет их среди, не знаю, своих адептов. Быть может. Но вот я хочу сказать, как можно спасти девушку, которая собирается изнасиловать четыре некого? Бросить им баскетбольный мяч, да? Все это знают. Как можно радикальным образом уменьшить количество преступностей и чего-либо еще в обществе негативных факторов, ну, в европейской стороне, в городе в каком-то, завести там на нормальный приличный университет? Потому что я никогда не слышал о том, что несколько физиков-теоретиков, собравшись вместе, подвергли какую-то девушку коллективному изнасилованию. Вот такого не бывает. Кстати, сразу же привожу примеры. Беспорядки во Франции. Это университет. Университет, конечно. Беспорядки в Корее. Это тоже университет. Да. Революция 68-го года… Запросто могут изнасиловать любое правительство. Правительство – да, но не девушку. Правительство – это на каждом шагу. Да. Все 68-го года, все беспорядки, будучи в Америке, особенно ярко во Франции, в Сарбонне – это только университеты. Только университеты. Конечно, конечно. Это и речь идет о том, что есть некая критическая масса, которая опять-таки критическим образом меняет социальную структуру общества. Но опять становится. Я, видите, смотрю на это определение и не могу дать позитивного определения университета. Мы же понимаем, что это некая такая область. Да. Мне кажется, на самом деле, это определение, оно не является определением. Потому что это, скорее, показывает то, чем занимается университет. А по факту, на самом деле, мне кажется, если какое-то определение давать и к этому приближаться, мне кажется, университет отражает устройство мира. Наш мир, на самом деле, с одной стороны целостный, он представляет его некое целое, а с другой стороны, он разбит на аспекты какие-то, которыми занимается биология, химия, физика и прочие науки. И университет, это как раз он в себе, с одной стороны, показывает, потому что в одном учреждении находится многообразие всех наук изучения мира. И с другой стороны, каждый отдельный аспект мира изучается отдельной наукой. В отличие от, как ты говоришь, предыдущих институтов, которые просто специализированно берут какую-то область и изучают. То есть университет, на самом деле, это просто как бы отражение целостности мира, и вообще установка на некую универсу, там раньше говорили. Ну, он же не вполне музей, он же не вполне музей. Музей можно такой сделать, там у тебя будет отдел редких животных, там у тебя будет отдел молекулярной биологии или еще чего-то. То есть все-таки это у Азии Казимова есть знаменитая книга «Основание». Знаете, кто-нибудь читал? Никто не читал. И там ситуация состоит, что некая империя гибнет, и создают некое подобие университета, который просто-напросто на краю галактики, на самом краю империи, который просто хранит знания. Вот в этом смысле. Ну вот, как раз в этом состоянии. То есть не просто знание какое-то частное, а знание... Некий монастырь, который хранит эти знания. Но потом это только первая глава. Потом оказывается, что надо от этого знания каким-то образом идти в мир. Потому что там есть борьба между ректором, который говорил, что ему надо быть по-прежнему вот этим самым монастырем на краю галактики, который эти знания защищает. И мэром города, который полагает, что мы теперь держава, и мы организованы на принципиально другом основании. Так это называется основание. Пойдем как-то в мир и будем менять кратическим образом его культуру. Вот. Что я вот это хочу заметить. Просто это вот странная вещь, что очень многие не понимают или думают, что это специальное учреждение для подготовки специалистов народного хозяйства. То есть учителей, врачей, ученых и что-либо еще. Университет не является машиной для подготовки специалистов народного характера. Вот МВТУ, любая вот эта индустриальная ремесленная школа, будь там МВТУ имени Баумана, МВТИ что-либо, является такой машинкой. Когда приходят люди, они выходят оттуда должны перспективы бить специалистов. Кто в ракетной технике, кто в танковой броне, кто еще в чем-то. Очень полезные вещи. То просто, стыдно сказать, врач. Но... А? А университет, правильно ты говоришь, готовит личности. И личность, она же ведь как микрокосмос перед макрокосмосом. И это тоже неверно верно. Я тебе просто объясню. Человек, который учится в университете, как я полагаю, и как, мне кажется, было заложено в самом смысле понятие университета, учится не только в своем каком-то отдельной области, допустим, биологии. Он ходит параллельно куда-нибудь. К физикам зашел, к физиологам, еще к кому-то зашел. То есть он, поскольку все это находится в одном месте, он может знакомиться с любыми областями, которые ему будет интересно. Да, теоретически, да. И практически так, в случае. Но его цель, опять-таки, это можно опять в это поднять, не подготовка вот этой самой многогранной личности. Ну, не его, не цель. В этом смысле, это такой же медицинский институт или МВТ или МФТИ, как любое и другое. Вот, Игорь, мы говорим о качестве человека, допустим. Да. Мы говорим, что в современном представлении человек качественно должен иметь образование. Так его образование должно быть какое-то специализированное или все-таки универсальное, которое включает в себя знания не только в области какой-то специфической, да, маленький какой-то сектор универсума, а который включает в себя знания во всем универсуме. И с различных сторон, с различных точек зрения. Вот университет, как мне кажется, как раз и есть такое учреждение, которое позволяет человеку именно быть универсальным, да, то есть попробовать как бы вот воплотить в себе никакого рода идею человека как такового, личности как таковую. Как микрокосм, еще раз говорю. Да, в этом очень правильная вещь, потому что двумя строчками дальше пишут, что университет является хранителем идеи возрождения, да, то есть вот такой вот суперличности, вот они считают. И он же появился, вот этот Балумский университет, как апология и как развитие вот этой идеи возрождения. Ну это же тоже, я хочу-то сказать, что это тоже, наверное, не совсем справедливо, потому что я не вижу принципиального отличия между подготовкой всесторонней личности и подготовкой узкого специалиста. Ну подожди, вот узкий специалист там только вот это, мы говорим всегда, что он является своего рода функцией. Да, он, на самом деле, знает только свой маленький глобус. Ну, не обязательно. Конечно, это не обязательно. ФТИ заканчивает, достаточно эрудированный. Нет, я согласен, что это не обязательно, естественно, люди могут быть эрудированными, они просто в обществе живут, и уже что-то как бы так растут как-то, да. Но в целом, как бы, именно с позиции того, к чему готовит их ВУЗ, ВУЗы готовят быть узкими, узкопрофилированными специалистами, и все. Да, да, кораблестроители. И в этом, в смысле, они только как функции. Врачами, еще как-то. Да, да, как функции, в каком-то большем целом. Подготовка специалистов для народного хозяйства. А университет не готовит такие куски специалистов? Не готовит. Ну, то есть не должен. Наши российские пытаются готовить специалистов, они пытаются быть полезными для хозяйства, для народного хозяйства. Думаю говоря, специалист – это тот человек, который будет строить корабль, а человек, вышедший из университета, он этот корабль придумал, что этот корабль, что вообще нужен корабль. Да, не знаю. Он его и построит. Он даже не закажет. Он не закажет корабль. Он скажет, что нужен корабль. Ну, это и есть закажет. Вот тут возникает эта идея интеллигенции сразу, да. То есть, кто является выпускником университета, если брать, как бы, социальные какие-то слайды. Интеллигенции – это и есть те люди, которые учились как бы в университете, много чего знают. Как бы учились, да. Да, они как бы универсальны, но ничего не знают. Но в каждой конкретной области они не знают так много, чтобы быть специалистами этой области. Но они достаточно эрудированы и образованы, благодаря университетскому образованию, чтобы знать как бы обо всем понемногу. И это тоже будет отчасти несправедливо, потому что опыт показывает, что наиболее высококлассные специалисты готовятся как раз в университетах. Ну вот такая истина, такая грустная, что готовятся как раз в университетах. То есть идея университета на кого не удается, да? У нас и вообще в мире. В мире и у нас, да. Вот именно в настоящем университете. Может быть, знаешь, что ты делаешь? Престижи самого университета, и поэтому лучшие преподаватели едут в университет работать. Ну это, видишь, тоже опять немножко. Я вот тут совершенно нечаянно узнал, что, например, французское образование делится на школы и университеты. Так вот у них высшая, это школа. Например. Николь Нормаль. Да, Николь Нормаль, Николь Политехник. Там еще какая-то есть тоже, какая-то администратора готова для них. Там примерно в 3-4 раза больше. Да, Николь Нормаль, но есть обычная школа. Студентов и что-то. А университет типа Сорбонна, это вот так, для народа. Ну, зато как бы о Сорбоне я много чего слышал. А Николь Политехник ничего не слышал. Ну, Политехник Лона Понкаря, например, заканчивал. Андрей. Что очень забавно, потому что первые 8 месяцев на первом курсе, весь первый курс, они все ходят в форме, строят, маршируют, и вообще таким образом. А может быть, все-таки, действительно, еще в университете надо говорить о том, что должно быть учреждение, в котором все науки будут представлены, как вот, условно говоря, если говорить о Земле, как глобус. Глобус представляет всю Землю. Он не может подробности изобразить всей Земли, но в целом, как вот, общая картина того, что представляет собой Земля. Ну, быть может. И точный университет должен удержать все знания, как бы представлять, что, в принципе, как бы на данный момент, какие знания, вот наша страна там, человечество имеет о мире. То есть, это как бы представительская, скорее, функция, а не образовательная. Опыт показывает, что одни из величайших университетов, тот же самый Болонский, он, с точки зрения представительства, очень маленький, там, три факультета, по сути. Вот и все. Какие? Ну, какой-то. Например, есть естественно-научные, то есть физико-технические. Куда и физики входят, все входят. Юридические. Да, есть, да. Он и значимый как юридический. Не, ну, может быть, функция этого, как бы, представительства, или там, она все больше и больше умирает, и все специализируется, специализируется, требуется. Ну, вот, видите, еще, я-то как раз склоняюсь к тому, что это некий специальный способ социального мироустройства. Факультет. Знаешь, вот, например, Парижский университет в свое время, Соборский. Соборский. Нет, я имею в виду, в древнее время он назывался Парижский университет. Он просто являлся арбитром о многих вопросах. Да. И, фактически, был народным судом. Да, конечно. Университет в Парижске был. Нет, я имею в виду, университет носил вот функции такие судебные. То есть, на его рассмотрение, как это, ставится какой-то вопрос. Он там где-то дискутировался, да, и на основе этого диспута, Устанавливались какое-то решение, в принципе, Насколько могли ученые, вот, современные, Какой-то эпохи, да, могли, Логически, какими-то, Опираясь на авторитет, и какое-то решение принять. То есть, тогда университет просто чисто, фактически, Носил такую прагматическую функцию. Сейчас этого уже нет. У нас университет не является арбитром. Да, я вот хочу заметить, что здесь еще фраза является автономным учреждением. Потом, из-за этой автономности которой, они бились и сражались. В большинстве средневековых и современных университетов Полицейский не мог войти на территорию университета. У нас была такая же ситуация на Северном Петербургском и Московском университетах. В конце концов, Николай Второй издал известный указ по поводу того, что о досмотре и дозоре полицейского ведомства по университетам. В результате, подавляющее большинство профессоров отказались, например, работать в Московском университете. Физический и физико-дематический факультет прекратил свое существование. И был только позже уже снова восстановлен. Очень многие профессора на этом основании из Петербургского университета тоже уволились. То есть, принципиально надо видеть, что университет – это автономное учреждение. То есть, это другая форма социальности. Это принципиально другое автономное учреждение. А оно независимо от власти и политики? Абсолютно не должно быть независимо от власти. Немецкий судебник, то же самое было в Москве. Да. Студенческая полиция – это неизвестная вещь. Да, да. Но это вот тот, что… У Достанейского раскольников в одном месте говорит, «Я студент!» Для него это звучало… Конечно. Это была… Вы рисовывать не имели права. Свободная вещь. Просто так. То есть, по большому счету… Не зря же появилось понятие ученого совета. Ученый совет берет для управления так называемого ректора. Это изначально должно быть так. У нас уже в 70-80-х годах эту ситуацию извратили. Оказалось, что ученый совет заглядывает этому самому ректору, который является источником всех благ. В глаза заглядывает вот, что он скажет по его словам. Сейчас эта ситуация принципиальная. Никто из профессоров не уволился принципиально. Что все федеральные университеты, в том числе и специальные московские и петербургские университеты, ректора из них назначаются президентом. Это совершенно невозможно. Тот же Петербургский университет, он весь в охранниках, весь уставлен. Но это всю жизнь было территорией свободы. То есть, ситуация от полного автономного учреждения, она утрачена. И вместе с тем, полностью утрачена концепция современного университета, например, в России. То есть, и Ленинградский, и Петербургский университет, и Московский во многом часто носят. Мы же почему пытаемся это понятие вот этого некого идеального небесного университета сейчас с вами сконструировать? Потому что мы видим некий недостойный мелкий прототип, скажем, на фоне Петербургского университета. Но не можем понять, что это такое и каким он должен быть идеальным. То есть, мы понимаем, что это определенного рода социальная общность. То есть, эта социальная общность связана вокруг научных исследований и образования. Да, она вокруг него сосредоточена. Что это цель, но главность его идет как вот такой арбитр, как было правильно говорить, да? Который был как судья. Почему? Потому что он автономен. Это же концепция Священной Римской империи подразумевала, что во главе всяких майоратов и герцогов находились, например, имперские города, которые напрямую подчинялись, допустим, императору Священной Римской империи. Там были вольные города, которые были как бы автономны, у них были сложные отношения с местным герцогом или кем-либо еще. И точно так же на территории этих городов находились такое важное как социальное явление, как университет, который на сегодняшний день как бы получается, что отменено. То есть сейчас университеты превращаются в какой-то степени именно профессионально-технические училища имени МИФИ, МФТИ, Корабельного института. То есть специально для подготовки. И университет превращается в такое разновидное. Честно говоря, что университет это то, где готовят элиту. Но это неправда. Элита не нуждается в университетском образовании. Элита нуждается в каких-нибудь, как говорит Галковский, всегалактических курсах высшего образования, суперэлитного. Это не имеет отношения никакого дела. Я думаю, что образование и элитность это не барабанное. Да, она никак к этому отношения не имеет. Вот и МГИМО может быть таким элитным учреждением для подготовки элиты. Но если ты хочешь получить обычное классическое образование, то ты поступаешь у нас в стране в университет и по возможности на какой-нибудь сложный тесноучный факультет типа Московского МИХМАТа или нашего МАТМЕХа или ФИСВАКа. Но сейчас не так, да. Сейчас ситуация удивительная, я же говорю. На журфак. Да, на журфак нет. А на журфак ты не можешь поступать, да. Сам журфак, по своему принципу, есть нечто постороннее явление в университете как таковое. Потому что журналистика не является фундаментальной наукой. Ну, не является на фундаментальной наукой. Может быть, как и театральных художников. Но, может быть, их надо готовить в Смольном институте наук и искусств. Театральные художники. Но это все-таки немножко не университетская специфика. Опять, как у нас это происходит. Я просто... Мы видим таким образом, что у университета есть нечто совершенно автономное. Все это принципиально иная установка, которая пронизывает все. Потому что, действительно, очень трудно найти... увидеть ту ситуацию, когда... Девушка была изнасилована групповым кучкой математиков и лидиков. У тебя какие-то всегда примеры немножко в ту сторону. Не в ту сторону. Ну, а что, не те, не те. Вот у нас популярный блогер Миклуха, он называется. По игре очень много писает, очень красивый, очень правильный. У него там ходпись прямо стоит. Сканомите на школах, потратьтесь на тюрьмах. Ну, главное, на передачи. На передачи. Что на передачи? Ну, передачи адвокату. Да, да, да. Сканомите на школах, потратьтесь на тюрьмах. Да, потратьтесь на тюрьмах. Да, потратьтесь на тюрьмах. Вот. Куда ты денешься? А вот питерский фильм «Какой палач». Там вот как раз изнасилованная журналистка четырьмя. Да что у вас как бы изнасилованная журналистка? Не для того нужен университет, чтобы людей не насиловали. Ну, ребята, ну... Тут к слову, к примеру уж пришлось. Есть как бы и пообразованные придурки тоже хватает. Один доктор, второй там еще... У нас же не так получается, что в университете как бы действительно заблуждена культура, что если университетов не будет, вся культура рована. Ну, не так же получается. Да, это не так, конечно. Ну, там же как бы в этой декларации же так написано, что как бы кто хранит... Ну, гривопис, что-то так. Университет хранит... В отличном образе специальную культуру он распознает. У нас, на самом деле, как ни странно, я вам сказал, хранители культуры – это музеи. Как вот не странно это звучит? То есть, как бы, по идее, музей хранит мертвые, да? Библиотеки. Библиотеки, наверное, но не университеты. У нас, скорее, университеты – это какие-то, ну, не знаю, эритроградные какие-то, какие-то там, не знаю, как сказать, устаревшие какие-то образования. Они, на самом деле, воспроизводят что-то, что устарело уже. То, что уже, как бы, никому не нужно. Средневековое. Ну, средневековое что-то такое. Иститут утилизации образованных и... А, талантливого молодежи, да? Они идут в университет и там погибают как-то. Ну, да, отчасти. Философский факультет – любой. Религия, что-то старое, что-то такое, но она хранит какую-то... Ну, просто, заметьте, музею удаляется все-таки и как-то следовать это веянием, какие-то времени, там, какие-то новые выставки, да, там, какие-то... Ну, так они... Их... 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 Ну, казалось бы, я говорю, кто культуру хранит? Вот так вот спроси у нас, кто хранит культуру, вот хранят эти вот музейщики. Ну, типа, да, потому что так культуру понимают, как совокупность материальных артефактов, вот такое древнее... древнее представление. Я просто, как бы, пытаюсь, как бы, интуицию высказать, что в нашей стране не университеты... Не как, скажем, методология научных исследований? Да. Не университеты. Которые университеты должны преподавать, а должны... Вот такое критическое... Музеи не могут продвинуть, грубо говоря, нацию вперед. Не могут. А университеты... А университеты, они вторичные. Вот что проблема. Они какие-то... Ну, такое сейчас складывается впечатление, они как бы в какая-то вторичных уцах. По идее, они должны были бы быть передовыми, и в смысле мыслей, и в смысле каких-то научных... Так это откуда возникает, от того, что университеты таковы, и наши университеты российские не настоящие. Так вот, надо понять, как завести настоящий университет в Петербурге, допустим. Я думаю, это как-то связано с тем, что у нас идея университета, как ты правильно говоришь, подчинена административной идее. Да, она подчинена каким-то утилитальным вещам. То есть, либо это проблемы подготовки специалистов, либо проблема утилизации талантливой молодежи, как это происходит на философском факультете университета, допустим. Потому что университет, по идее... Когда приходит человек, стремящийся к чему-то, думающий, а выходит из него через пять-шесть лет с законченным придурком. Потому что университет должен быть какой-то роскошью, понимаешь, потому что там должны быть действительно выдающиеся какие-то люди должны быть... Прежде всего, он должен быть независимым. Наверное, для этого он должен быть независимым. Прежде всего. Может быть, он должен был бы сложные вопросы, которые существуют в нашей стране, как-то брать на рассмотрение и высказывать свое экспертное, авторитетное мнение по каждому вопросу. Так вот, боюсь, что нет. Ну, я говорю, как арбитр, если бы он наступал. А сейчас... Подобная история в двенадцатом веке произошла в Париже. Там авераисты спорили, свои атеисты высказали. И прервал эти споры архиепископ Парижский Этим Томпьеда. Ну, то есть там тоже верховная духовная власть взяла верх над... Ну, там, правда, схоласты только были, там, сколько, шесть. Нет, ну, просто вот говорят же, в нашей стране не хватает как-то дискуссий. Где они должны происходить? Теперь считается, что они должны происходить на телевидении, да? Нет, в интернете происходят. Как-то стихийно где-то. А вот есть, потому что площадка, по идее, та вот изначальная площадка, которая предназначена, в принципе, для какого-то авторитетного мнения. Университет не местный для дискуссий. Ну, почему? Как раз университет и должен был бы выступить местным для дискуссий. Той настоящий дискуссий, где выступают люди, это в диспут, по всем правилам диспута, там, учитывая все мнения, там, высказывая аргументы, пытаясь их доказать и прочее, и прочее. Рассматривая это с позиции, как бы, действительно, это рассуждение, в смысле научности, там, каких-то там, это перевешивание одних доводов и других, проверка фактов и прочее. А вот, получается, какое-то телевидение, да, которое, на самом деле, служит чьим-то интересам, которое однобоко вещает какую-то одну точку зрения и прочее. К культуре, в общем, никакого отношения не имеешь. Я не знаю, как это в этом, в западных университетах, ты же говоришь, что там же тоже уже эта идея изначальная университетов, как арбитров, уже тоже не работает. Да, она, как арбитров, не работает. Потому что это опасно, на самом деле. Представьте, что была независимая структура, которая будет высказывать некое авторитетное мнение, которое будут слушать люди. Вы говорили, Лихачев был, помните? Да. Он, конечно, нельзя сказать, что он университет, но в каком-то смысле он выполнял функцию вот этого арбитра. Сахаров. Сахаров такой был тоже авторитетный человек, он выполнял на определенном этапе тоже эту функцию арбитра. И нам, каждый раз мы хотим, чтобы был такой человек. А почему бы не сделать, чтобы таким было учреждение? Да, да, да. Дед Хасан был таким человеком. Что за Дед Хасан? Ну, это известный ученый. Один, что ли? Да. В законе. К нему все прислушивались. Независимый. Он авторитетный. Я могу сказать, что он, наверное, был еще более авторитетным, чем Лихачев. Лихачев с Сахаров вместе взятый. Проблема в чем состоит? Вот, например, есть правительство, которое принимает какие-то решения. Мы не знаем этих людей, как правительство, кто там конкретно, когда, что принимает. Мы просто вынуждены считаться. Но, опять же, университеты не то место, где принимаются решения. Да, они не должны приниматься. Они должны просто обсуждаться. Хотя, вот, смотрите, посмотрите. Возможные варианты решения. Американская политическая система работает. Сегодня ты секретарь, потом ты профессор в кафедре политологии в Ильевском университете. А потом ты опять в этом университете. У тебя побыл твой коллега другой, и о, теперь госсекретарь, отвечающий за политику. То есть у них вот эта смычка между административными функциями, то есть кадрами, и вот это постоянное перетекание университета туда-обратно, она работает очень эффективно. И детишки, то есть студенты, они могут, поступив в университет Лиги Плюща какой-то, да, они очень могут быстро, благодаря своим преподавателям, оказаться в университете. Это вот этот, что у нас немыслимо, согласитесь. Что у нас идет отбор релиты по другому принципу. Ну то есть сейчас… У нас Песков, и у них Псак. Да, но они пытаются сделать… Нет, у нас зал борьбы, главный, так сказать, у них поле для гольфа. Нет, ну вот так ситуация устроена. Не знаю, стоит ли к этому стремиться опять-таки, может быть и не стоит, может быть ничего хорошего в этом не получится, как устроена американская политическая система. А по-моему, тема элиты – это гнилая тема, на самом деле. Она специально поднимается, чтобы уклониться, как бы, да, и закрыть какие-то другие темы. Потому что, на самом деле, раньше же было понятие авторитет. Потому что не было никаких понятий элиты там какая-то непонятная. Но авторитетное мнение, к которому прислушиваются люди, да, и на которые он ссылается. Нет, гнилая тема, конечно, гнилая. Не знаю, для чего они это сделали, но у нас вот вот теория элиты в обществе была очень распространена, и они эту элиту попытались создать. Она, знаете, да, она в чем состоит. Потому что там офицер госбезопасности, он не только ловит шпионов или чем-то там другим занимается, политические противники, но является еще элитой. Какой-нибудь режиссер, сын сталинского любимца, он является не просто режиссерами фильмы снимает, он еще и является элитой. У нас элиты это тем, кому больше дозволено. Да. Больше чем там, есть как бы люди, которые были лидированы, да. Да, есть какая-то привлегированная каста и позволены иногда и законы решать. Я всегда... Введение понятия элита, оно легитимизирует... Со словно структурой общей. Со словно структурой общей. Со словно структурой общей. Да. Которые всеми силами пытаются удержать, во-первых, создали и пытаются удержать. Да, но они зачем-то создали, непонятно почему. Потому что, ну блин, если ты неплохо, то все, снимай кино, зачем тебе из тебя иди тут корчить? Зачем это нужно? Ну, это точно так же. Или вот из этих 2,5 миллиона человек ФСО, наркоконтроля, ФСБ, тоже как бы так создали элиту. Армия у нас миллион, а эти 2,5 миллиона человек. Создали. Опять, с диким уровнем доходов над общим обществом. Просто реально. Мне больше всего нравится, что эта речь идет по Пелевину. Пелевина был такой проект, в фильме не в числах, назывался Зюзя и Чубайка. Она состоит в том следствии, кто из них Зюзя, кто Чубайка, я не помню. Вот. Один, у него гнилые зубы, он в ватнике, он плохо одет. Это значит, у него, он не выбрит и с виду он неудачен. А другой стороны, другая, понимаете, его Чубайка. Он хорошо одет, он аккуратно выбрит, у него дорогие часы и все, он весь ухожен, загорел и так далее. Как оно происходит? Вот тот самый, который нищий, рассказывает очень правильные слова о том, как нам надо обустроить Россию, сделать то, все и все. А тот с ним в дискуссию не вступает. Он просто говорит, ах, да это все глупости. И таким образом получается, что в дискуссии этих Зюзи и Чубайки все позитивные идеи, направленные на перемену, оказываются компрометированы. Потому что они оказываются на стороне нищеброда, плохо одетого и с гнилыми зубами. А этот просто своим образом. Он его делает. Он говорит, что это хорошее. Если ты такой умный. Не знаю. Зюзи Чубайка это называется. Там один из банкиров предлагает такие ролики крутить по телевидению. И вот здесь тоже возникает опять ситуация. Ты создаешь из каких-то приближенных к государю-императору людей, обеспечиваешь их громадный уровень жизни. Потому что ФСО в основе своей не ловит шпионов. Не охраняет президента. Непонятно, что она делает таких больших количеств. ФСБ в основе своей не ловит шпионов. Слава Богу. Если бы она как в Станинский год ловила бы шпионов, нам бы всем мало не показалось. Их там чуть ли не миллион человек. Они тоже непонятно ничего не делают. Госнарко-наркологи больше торгуют наркотиками, чем защищают от этого дела. Это мы все понимаем. Но когда перед тобой есть некая вот такая гвардия, которым обеспечено многократное, даже не десяти, а двадцатикратное превосходство над всем остальным массой народа, то вот у тебя формируется вот эта самая концепция элиты. Любой человек, вступивший с ними в дискуссию, они с тобой в дискуссию не будут вступать. Они своими клинговленными иномарками и золотыми запонками уже выиграли в этой дискуссии. Ты можешь давать какую-то позитивную информацию, ты пытаешься говорить в своем союзе, они на невербальном уровне тебе будут демонстрировать то, что они элиты, а ты дерьмо. Кстати, сейчас в России, я так понимаю, произошла некая перемена элита. Мы же раньше считали, те, кто сидят на нефтегазе элита, сейчас средняя зарплата военнослужащих выше, чем средняя зарплата в нефтегазовой отрасли. Тем не менее, военнослужащие в этом смысле не являются. Я думаю, что это меняется. И зеленые человечки это один из... Меняется, в каком-то смысле меняется. Но опять, заслуга военного, ну вот он... Есть такая профессия, Родину защищать. Это правильно. А есть прямо противоположная ситуация, когда он помимо того, что он Родину защищает, он еще является элитой. Специальная работа его такая, элита. Ну да, естественно. Обычные граждане уже не смогут ничего сказать против... Пора бы, господа, нам... Мы там дворцы построили, дачи построили. О народе подумать. Ну что, душ по двести каждому, типа того, что для начала. Вот, двести... Нет, тут же проблема, на самом деле, как бы легиметизации власти в чем состоит. Что, ну если вы так вдуматься, да, допустим, есть войско, да, войско есть простые какие-то солдаты там, лучники, а есть как бы какая-нибудь гвардия, да, и так далее. Естественно, если какой-то есть... Впереди какая-то есть задача заплатить город, там, или какие-то сражения передовые. Понятное дело, что надо, прежде всего, беречь вот этих, как бы, элитных, как бы, выиска, да, потому что они именно обеспечивают всегда победы, да. А этих, как бы, вот, обычных солдат можно уж не особо беречь. Возможно, наше государство построено тоже по такому мобилизационному принципу, и считается, что, как бы, вот, есть элита, их надо прикормить, они важны очень в будущих каких-то боях. А вот такие обычные щелдобрейки, как мы с вами... Да, но только этот бой никогда не наступает, да. Да. Нет, просто я имею в виду, что мы живем как в военном лагере. Этот бой никогда не наступает. Все. Они, как легиметизируют свое привилегированное положение. Они, вот, та элита, вот, та элитная часть войска, как бы, нашего, огромного государственного, да, которая, в случае чего, вот, она выйдет и, как бы, даст, как бы, решающий бой. А нас, можно, как бы, вот, не считать щелдобрейков, что там? Не хватает, там, какой-то, мать, русских, женщин, еще на рожа. Нет, тем не менее, вот эта самая ситуация, когда из представителей неких специальностей или чего-то еще решили сделать элиту, вот она, в общем говоря, странная. Она на каждом этаже уже делает. У нас директор школы получает десять раз больше, чем хорошие преподаватели этой же школы. Средняя зарплата, возвращаемся к университетам, профессора тысяч сорок, бывает пятьдесят. Сейчас много будет достаточно, да? У ректора больше миллиона. У проекторов восемьсот тысяч. Это бывает миллион двести. То есть, равница двадцати кратная. То есть, вот, ректора, проектора вузов, вот это... Ну, как бы, и войске тоже, как бы, получается, да, что какой-нибудь там суперспециалист, какой-нибудь спецназ, он, как бы, там, особо, там, на особом довольстве. А какой-то солдат обычный? В два раза, да? Ну, не в два раза. Нет, я имею в виду как бы, войске. В два раза, в два раза. Как бы, в войске. А здесь речь идет о фантастической разнице между профессором и ректором в двадцать раз просто, тупо, просто в двадцать. То есть, это вот эта штука, как раз, она не в том смысле, что он ими руководит, типа того, что он должен денег больше получать. Получай в два раза, в три раза больше денег. Потому что он не может... А смысл? Другого смысла его вот так держать нету, как в Индии. Ну, практически, да. Точно так же у тебя нет никакого смысла поддерживать ФСО, ФСБ и госнаркоконтроль в своем нынешнем совершенном статусе. Нету никакого смысла вот так его держать. Потому что, если бы они занимались той деятельностью, которой занимались бы, то он, да, получали бы определенные деньги. Но, опять, не было бы вот этого смысла. А смысл же давать такую картку общества? Объясни мне смысл. Может, Дзюзи Чубайков здесь и работает. Мне кажется, это наследие СССР, на самом деле. Так вот не было же этого. Нет, ну в СССР так было. Ну как же? Были перегированные... Почему? Была КПСС? Нет, потому что была номенклатура. Номенклатура. У них были специальные магазины, специальные пайки какие-то. И это были разы. И это были разы. Колоссального разрыва такого нет. Колоссального разрыва, конечно, нет. Как ничего себе не было. Объясните меня. Но все специальные-то было. Специальные были, но это были разы. Это не было... Ты помнишь, спецпоек, спецраспределение... Ну это настолько смешно, это спецпоек. Разы были... Разы были, ты имеешь материальные. Да. Не сам факт, но никакой. Но есть же еще друг друг. Не, качество еще больше. Каче огромное. Тогда это тоже так же. Небеса были и земля. Ну там... Ну как там? Просто тогда этот разрыв создавался другими способами. Сейчас он создается материальным способом. Что там получает миллионы, этот сто тысяч. Там позвонки. А сейчас в России, в Советском Союзе это был другой разрыв, в других понятиях. Но куртку в Аляску можно было только распределитель получить. Да. Ну так не векает. А спецлечения? Спецлечения. Но суть там же была. Лечить вас могут даже в Кремлевской больнице, а вы лечить могут только в Первого городской. Известный факт, да. Тут они все там... Да, топлив, да. Чтобы ему на операцию лег, и он, говорит, другую фамилию взял. Да, 70... Там было задрожат руки у хирурга. Да, так нет, и... Но это реальная была вещь. Ну, в любом случае, как бы, мне кажется, наследие просто советского времени, оно до сих пор продолжается. Ну, что же оно в такой гипертрофированной форме? Ну, а что делать? Понимаешь? А потом перешло в другую полку. Да, система-то... Смотрите, господа, там же... Не рухнула она просто на носах. Не было фундаментального различия такого между ректором и членом ученого совета, как существует сейчас. Почему? Ну, и вот уходил ректор, по-любому. И что? И что он... Сильно он в нее входил? И чем он принципиально отличался от профессора? Ты еще забываешь, на самом деле, почетность? Понимаешь? Как бы, как... Не комментировалась она... Ну, сейчас... Ну, и чего... В прошлый раз, да, ранг... Ранг, если ты... Ну, и разница была невелика. Это для тебя... Это... Между... Опять повторяю, между ректором и простым этим, и профессором, членом ученого совета, разница была принципиально невелика. В любом случае, как бы, мне кажется, все-таки это наследие советского времени, понимаешь? Вот, видимо, мы просто до сих пор, как бы, немного живем в этих... Вот я не согласен, что это наследие... Это наследие не советского времени, а еще раньше дворянство. Что? Это не наследие... Дворянство и холодство. Это не наследие советского времени, потому что разница принципиальная, вот такой, чтобы в 20 раз было, по уровню, между профессором и ректором... не было его. Не было социального... Но это может говорить только о том, что раньше университеты были более демократичны в этом смысле. Только об этом можно говорить, что они были более университетами, чем сейчас. И не было... И не было тоже вот этого... Ну, совсем... Совсем нет такого номенклатованной сумасшедшей разницы. Все.